КОСМИЧЕСКИЙ ПОЛЁТ Старт ракеты. И вот уже именно вы летите в космическом корабле на орбитальную структуру. С этого мгновения корабль «Союз» — часть вашего орбитального дома. Экипаж, который нас ждет на станции, он начинает нам включать в люк. Ребята, давайте быстрее, хватит там выравнивать давление. У нас все хорошо. Переходите к нам быстрее. У нас все готово. Люки нараспашку. Добро пожаловать. Люки открыты, и на тебя сразу наваливаются новые впечатления. В первую очередь появляются новые запахи и ощущения. Если корабль маленький и тесный, то станция кажется огромной и словно безразмерной. Ощущение, как в детстве. Словно открываешь крышку картонной коробки из-под телевизора, в которой прятался, и оказываешься в просторной, залитой светом комнате. Теплая встреча, радушие экипажа, которые уже давно не видел, кроме своих физиономий до станции, поэтому они с удовольствием встречают вновь привыкший экипаж, который может поделиться всем самым последним свежим с Земли, рассказать то, что невозможно рассказать по телефону, по интернету здесь, в письмах, всякие разные сплетни. Первое желание после двух суток полета – привести себя в порядок. Бани или душа здесь нет. Тем не менее, гигиенических средств вполне достаточно. Он забивается, его вычистить уже невозможно. Хорошо. О, тоже начало дышать. Вот такой вот сбор, чтобы привести себя в порядок, побриться, помыться, почистить зубы. Зубы в космосе чистят пальцем. Такое воплощение детской мечты, как бы почистить, но чтоб без щетки. И вот специальным составом пропитно, и чистим зубы. И довольно-таки ощутимно. Голливудская улыбка. На самом деле, можно, конечно, и зубную щетку взять. Но тогда очень важен вкус зубной пасты. Хорошо идет, например, со вкусом апельсина. То, что ты себе начистил зубы, вот эту всю смесь, которая у тебя во рту остается, ты можешь ее, конечно, в салфеточку выдавить. Это занимает очень много времени. Одну салфеточку, вторую, третью. Это все надо запихать в пакетик, закрыть, засунуть еще в один пакетик. Лучше просто это проглотить. Все, вот ты за мной позавтракал. Умывание на орбите – особое искусство. Вода в невесомости обладает иными свойствами. Во-первых, она летает. Во-вторых, она мажется. Вода себя так ведет. Вот я беру ее на руку, еще немножко выдавливаю. Как говорят инструкторы на земле, посмотрите, как умываются кошки, и сделайте то же самое. Теперь я беру и размазываю ее по лицу. Видите, капельки. Но все равно она, опять же, осталась тонким слоем на лице. Во-первых, сухое полотенце. Все, умывание закончено. Долгое время бытовая жизнь на орбите относилась к разряду кино для служебного пользования. Сегодня кажется смешным, но самым секретным из всех киновидеодокументов, сделанных в космосе, до сих пор остается инструкция по использованию космического туалета. Космический туалет, или так называемый космический санитарный установка. Очень прост в обращении. И на Земле мы проходим подготовку, но опять же, это все не передашь, как на невесомости. По рассказам космонавтов, которые уже неоднократно здесь были, и от инструкторов тоже получаешь информацию. Ну, когда ты прилетаешь, ты уже воочию это все видишь, сам тренируешься, пробуешь. Здесь как раз управление больших надобностей, управление малых надобностей, здесь включение вентилятора. Это пульт управления АСУ. То есть очень простая система в управлении. Всего включаешь один вентилятор, только надо следить за работой. И все работает, все нормально. Довольно-таки удобно. Как, что и куда нужно выучить еще на Земле. Проще, чем на шаттле. Намного проще и удобнее. Садишься, держишься ногами сюда, ноги сюда. Это фрагмент тренировки на Земле самого известного клоуна Гила Либерте, космического туриста. Да, вот это делается. И опустили. Все как в цирке. Повтор, повтор, еще раз повтор. Пока номер не сделаешь, с арены не уйдешь. Так, отлично, я закончил. Встал. Убрал сюда. Потом открыл здесь. Достал. Протер там. Протолкнул сюда. Открыл. Достал новый. И все, закрыли. Ну, на самом деле, все не так уж сложно. Туалет – это пылесос, только космический. И когда ты уже к этому привык, для меня, например, ночью встать в два часа, поехать, сходить на автомате, сходить в туалет, там, вернуться обратно, без проблем, все нормально. Все, ты адаптировался, ты готов продолжать вахту на борту станции. В невесомости никто сразу хорошо не летает. Ты, как маленький ребенок, который только учится ходить. То заносит, то шлепаешься. И все время обо что-то ударяешься. Первую неделю адаптации я учился летать. И вот еще замечено, что прилетают молодые новые космонавты, которые первый раз без опыта полетов прилетели на станцию, они летят по станции. И ногами тормозят, потому что еще не знают, как останавливаться, потому что ты разогнался, тормоза нет, ручника ты летишь, а надо чем-то хвататься. Порой руками ты просто вот так вот впереди держишь, чтобы не удариться головой, а ноги автоматически цепляются за все, что находится снаружи. И получается, ты пролетаешь и ногами сшибаешь все, что висит на липучках, на стенках. Та уже, те космонавты, которые уже находятся на борту, экипаж, они уже привыкли к этому, они летят, за тобой все поправляют, опять вешают обратно. И говорят, с этим ничего не поделаешь, неделю придется нам терпеть. МКС, по большому счету, это огромная труба с тупичками и закоулочками. Вот мы с вами переходим из модуля ФГБ в модуль СМ, служебный модуль российского сегмента. Все научные приборы в этой трубе закреплены на стенах. Ну, поскольку пол и потолок, понятия в космосе, условные, компьютеры могут быть где угодно. Кто-то работает на потолке, это тоже рабочее место, кто-то на полу. Методом проб и ошибок, синяков и ссадин, жильцы этого большого космического дома выяснили, что так перемещаться в невесомости лучше всего. Разгадка проста. Ощупывая рукой пространство впереди себя, легче ни с чем не столкнуться, и можно вовремя изменить траекторию полета. Ну, исходя из нашей предыдущей жизни человечества, да, когда обезьяны используют все по максимуму, оптимально я посчитал, что ноги все-таки они должны участвовать. Даже не надо смотреть на пол, ты знаешь, что здесь есть поручень, и зацепился пальчиками. Ног, поручень и все, эти руки делают, как бы делают, работаешь на компьютере или делаешь какой-нибудь эксперимент. Ноги именно здесь и нужны в космосе для того, чтобы зафиксироваться где-то в одном месте. Смешно, но изменение функции ног в космосе ведет и к изменению формы. У космонавтов через месяц-полтора сверху на ногах получаются такие вот уже натертости, такие, как бы уже мозоли такие, и получается все наоборот. Снизу на пятках ничего, все пропадает, все уходит, получается абсолютно детственная кожа. Гладенькая, говорят, даже некоторые волосы на пятках растут, из-за какого-то раскалывания старых космонавтов. Вот, что-то изменяется в организме все равно. При всем удовольствии, которое космонавты получают от невесомости, для большинства она непривычна и даже враждебна. Изменения происходят, многие из них неблагоприятные. То есть организм человека приспосабливается к космосу, и условия космического полета, они непривычны не только конкретным индивидуумам людей, они вообще непривычны вообще всему живому. Поэтому в космос летают и улитки для изучения там вестибулярного аппарата, летают и тритоны, летали птенцы, смотрели, что происходит. И, в общем-то, для всех, как правило, эта ситуация оказывается достаточно стрессовой. Внутренняя длина станции почти 100 метров. И это не считая тех самых тупичков и закоулочков. Иногда путешествие по станции кого-то из членов экипажа всех остальных заставляет изрядно понервничать. Был человек, и вдруг нет. Боб, мой бортинженер, который на Союзе со мной прилетел, он должен был снять какое-то место у себя в Канаде. Он залез в СО, выключил свет, ночная съемка должна была быть. Закрылся какой-то ветошью, тканями, тряпками, и где-то минут 15-20 находился там. Наверное, заснул уже с камерой, ожидая свой объект, город какой-то. Его начали вызывать на землю. Сразу, как только он туда улетел, его начали искать. Ну, и все, где Боб, где Боб, где Боб. И вот 13 человек, и как бы туда-сюда народ летает. То есть человек потерялся на станции. Мы его искали минут 20-30 где-то. Не могли думать, ну, как, ну, вышел куда-то. Вот смотрели снаружи, нет его нигде. Боялись, что он куда-то пропал на станции. Модули СО и модуль МИМ-1. Также вы видите два транспортных корабля, один пилотированный, другой грузовой. Международная космическая станция – это самый большой внеземной суперконструктор. А еще это огромный организм, у которого есть мозг, сердце, легкие и кровеносные сосуды, нервные клетки и даже огромная железная рука, которая может переставлять части этого внеземного тела. Мы находимся на центральном посту российского сегмента Международной космической станции. Вы видите управляющие лэптопы. Российский сегмент и американского сегмента. Именно отсюда, с этого космического командного пункта, и контролируется вся работа станции. Все ее модули и лаборатории. Модулей на МКС сегодня 10. По 4 у России и США. Плюс европейская научная лаборатория «Коламбус». И еще японский экспериментальный сегмент «Кибо». Такой крупный космический научный институт, который все время растет. Порой бывает, что ты работаешь с утра, у тебя какие-то эксперименты в служебном модуле. У ребят там, в американском сегменте занятия, и где-то полдня друг друга не видим. Причем, двигаясь в своих сегментах, встречаемся вечером, только как день прошел. Станция всегда шумит. Для тех, кто здесь живет уже не первую неделю, этот шум не заметен. Для вновь прибывших он поначалу назойлив. А потом организм словно выключает его, привыкает. Но к этому я привык где-то через дня 2-3, к шуму к этому. Ну, это норма, потому что придется с этим еще полгода летать, поэтому ты сразу говоришь, да, я привык к этому, я должен в этом работать. И организм понимает, что это нормальная рабочая ситуация. Но все равно остаются звуки, к которым привыкнуть нельзя. Вдруг кажется, что по обшивке станции кто-то стучит или ходит. Непрошенные гости? Что за странный звук? Оказывается, это дыхание станции. Она дышит, как живой организм. Японский модуль, самый тихий на станции и самый большой на станции. Масса аппаратуры совместной используется не только японским агентством, но и другими странными партнерами. Здесь, по-моему, он эксперимент какой-то делал и просил... Не трогать его, да? ...не дотрагиваться до этого места. Рак с английского на наш, это стойка. Самое любимое и уютное место на станции – кухня. Встреча на космической кухне и разговоры за чаем – пожалуй, одна из самых стойких русских привычек, принесенных с Земли в космос. Хорошо, это с картошечкой. Картошечка с грибами. Завтрак, обед и ужин – строго по расписанию. Если все 16 восходов встречать завтраками, а все закаты провожать ужинами, еда на станции закончится через неделю, а пополневший экипаж рискует застрять в многочисленных переборках станции. В обед мы едим только наши большие банки. Такие здоровые банки наши, потому что они очень пятнательные, жирные. Тоже за минут 20 кто свободен, загоняет банки в печку, нагревает 6 банок. Все прилетают, выбирают те банки, которые они заказали уже. Они заранее говорят, я буду сегодня то есть, поставьте мою баночку. Сегодня на орбиту доставляют почти все. Не только борщ, но и картошку, жареное мясо, подливу. Самое главное – все пахнет точно так же, как на земле. И это секрет фирмы под названием «Русская кухня». Сперловая каша. Так что американцы точно знают, когда русские садятся за стол и просто прилетают на запах. В час все слетелись, поели, баночки все закончились, выбросили, все уложили, обед закончился. Вечером мы едим только американские. У меня сейчас в пакете есть рис, карри, но нужно вместе. Космическая еда очень похожа на еда на земле. Вот, очень осторожно, потому что рис любит еда. И потом карри, и вместо вмешать чуть-чуть. Ммм, вкусно очень. Ну а если американцам придется не по вкусу их собственная пища из синего ящика, можно заглянуть в российский, красный. Кроме слова «кухня», которую на орбите теперь все называют только по-русски, есть еще одно русское слово, известное всем астронавтам – «заначка». Есть творог. 90% всех экипажей, которые летают, любят российский творог. И вот этот творог, он идет как обменная такая валюта. Вот, если я хочу, что-то мне понравилось у моего экипажника с американского сегмента, или у японца, или у европейца, прямо у них итальянская колбаса какая-нибудь есть, я говорю, давай поменяемся с ними колбасой, и я тебе творог дам. Еда в космосе, как процесс, мало напоминает еду на земле. И дело не только в тюбиках с крышечками и всевозможных хитрых баночках. Здесь все просто – открыл, выпил, поел. Главное – проглотить. А если супчику или жаркова? Я вообще любитель пельменей, но пельменей там не хватает. Хочется именно их отварить. А здесь отварить на станции невозможно. Поэтому именно таких настоящих пельмешек слепить, отварить их со сметанкой, с перчиком. Вот этого хотелось мне достаточно сильно. Традиционные кастрюльки и сковородки в космосе заменяют специальные термостойкие пакеты, в которые просто надо добавлять кипяток. Вода добавлена. Теперь осталось немного подождать. Консистенция по вкусу. Хотите клубнику с сиропом – 125 грамм. Без 100 грамм жидкости. Вот порезанная кусочками клубника. Практически как из магазина. Держи. Спасибо, Сережа. Очень вкусно и полезно. Самое дорогое на орбите – вода. Ее доставляют на станцию грузовыми кораблями, но в ограниченном количестве. Сегодня вода в космосе не используется многократно и ценится на вес золота. Это один из основных минусов жизни в орбитальном доме. Вот это называется CTB. А по-нашему – ведро. В таком ведре хранится вода. Различные таблички показывают, какая. Зеленая, техническая, голубая, соответственно, питьевая. Есть еще желтая и коричневая. А вес данного ведра полного – это 44 килограмма, ну, 44 литра. Ну, вот специальное место для хранения этих ведер. Называется «Стена воды». «Waterwall». Самое хлопотное на станции – крепление грузов и предметов. Если просто положить на стол ручку, она тихонько уплывет и где-то затеряется. А через некоторое время обязательно окажется в воздушном фильтре, через который постоянно перекачивается воздух станции. Доставать ее оттуда придется с большим трудом. Вся грязь и пыль и потерянные вещи, в том числе, формируются в одном месте. То есть, если что-то улетело, надо найти, то первое, куда мы бежим искать – вот сюда, на эти полифильтры. Видите? Болтики всевозможные различные. Все прилетает сюда. Так что уже через пару дней на орбите вырабатывается стойкая привычка прятать все мелкие вещи за пазуху или даже за щеку, чтобы не разлетались. Вот, например, у нас был полк, видите? Большой полк, и он прилетел. Болтики и винтики, которые хочешь не хочешь, а все равно улетают – неизбежные спутники любого ремонта. Но если случайно оброненное внутри станции можно найти, то при работе в открытом космосе на поверхности МКС все, что упало, то пропало. И вот уже летают по орбите Земли спутники с экзотическими названиями «Гаечный ключ» или «Виндшайба номер 38». До тени у нас с вами осталось 20 минут. Ремонтировать станцию и выходить в открытый космос учатся на Земле. В большом глубоком гидробассейне. Здесь ты впервые сталкиваешься с обратной стороной невесомости. Когда грузы не хотят передвигаться по привычным траекториям и даже собственные руки, защищенные многослойным скафандром, отказываются выполнять работу, которую на Земле ты мог бы сделать за несколько минут, а здесь приходится тратить часы. Гидроневесомость – самое настоящее безвоздушное пространство. Раз, раз, как меня слышно? Хорошо. Как самочувствует? Чувствует себя отлично. Как он может в скафандре себя чувствовать? Да. Весь защищенный со всех сторон. В бассейн космонавты погружаются в специальных скафандрах. Эти водные орланы значительно тяжелее космических. Чтобы создать эффект невесомости, надо правильно обезвеситься. То есть достигнуть так называемой нейтральной плавучести. Сложнее здесь, потому что вода имеет свою вязкость и создает определенное сопротивление. И все-таки здесь действует сила тяжести. А еще необходимо уметь прокладывать кабели и приваривать детали, ремонтировать внешние панели и заделывать трещины на обшивке, если ее вдруг повредит метеоритный дождь. Космонавты утверждают, что работоспособность в невесомости намного выше, чем на Земле. Улучшается память, обостряется слух. Меньше устаешь и быстрее высыпаешься. Ты влетаешь в спальник, например, застегиваешься, и вот просто вот виснешь. И вообще вот ты просто висишь, и такое ощущение, что где-то вот в такой... Тебя обволакивает такой кокон интересный. И вот у тебя руки, ноги, тело, мозг полностью все расслаблено. И вот я даже ощущал, что, может быть, иногда сна не хватало, там было много работ. Мне буквально хватало там поспать два часа, чтобы быть довольно-таки бодрым весь день, чтобы выполнять остальные работы. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Сон на орбите вполне земной. Только спишь ты, как летучая мышь, вниз головой. А может быть и вверх. Ну, хочется, конечно, почувствовать опору сзади, как будто ты спишь на кровати. Так как в невесомости никаких давлений нигде не происходит, поэтому есть специальные у нас такие затяжки. И лямки резиновые, которые притягивают к стенке спину и создают впечатление иллюзии так, что ты спишь на кровати. Спальные мешки крепят вертикально на стенки каюты. Многие космонавты на время сна привязывают себя ремнями. Но это связано уже не с безопасностью. Очень уж пугает, проснувшись, увидеть висящие перед глазами собственные руки. Ну, ты сначала засыпаешь вот так, вот, то есть мешки закрылся, руки снаружи вот так вот, потом они плавно расслабляются, там нос почесал, не знаю, и руки вот, просыпаешься, руки в таком положении, где висят ни вниз, ни вверх, они просто висят. В космосе частенько происходят странные вещи. Спустя какое-то время ты, например, вдруг невооруженным глазом начинаешь четко видеть объекты на Земле с высоты в 400 километров. И это не галлюцинации, а вполне реальные объекты, которые подтверждают фотосъемки. Изменения накапливаются постепенно, словно открываешь в себе новые качества. И в какой-то момент вдруг понимаешь – ты действительно стал другим. И когда я прилетел домой, сказал, что вот я подумал, вот когда вот там дочку наказал, говорю, все, я вот зря это сделал, теперь я буду достаточно разумнее к этому относиться, то есть я могу словом как-то сказать, там, ну, не кричать, потому что это все-таки родные люди. Ну, не знаю, как-то немножко по-другому, немножко по-другому я стал смотреть на жизнь. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»